Добрый вечер! В прямом эфире программы «На чистоту» и в студии с вами Гульнар Умарова. Недавняя авария на коллекторе, конечно же, вызвала много вопросов, ну и все остальные, которые касаются воды, обеспечения водой, особенно питьевой в первую очередь. И сегодня на наши вопросы ответит наш гость в студии, это Айбатов Салават Хабибулович, первый заместитель директора ТО Батасуарнаса. Добрый вечер! Здравствуйте! Первый вопрос к вам такой. Вот недавняя авария, конечно же, у всех на слуху. Результаты пока, наверное, не выяснены, да? Давайте еще раз скажем, что все-таки случилось, потому что причин называется очень много по этому поводу. Да, действительно, 29 мая на напорном канализационном коллекторе, который идет от канализационно-насосной станции 19А до канализационно-очистных сооружений, произошел, действительно, порыв на данном коллекторе диаметром 800 мм. Одной из причин, возможно, является и в тот день на данном участке работала подрядная организация, которые вели раскопочные работы, и, возможно, они и повредили эту трубу. В течение двух суток часть жителей нашего города оставалась без водоснабжения, был организован подвоз воды, и, в первую очередь, на социальные объекты, и жителям города в различных микрорайонах. И 31 мая к обеду мы завершили работы по устранению данной аварии, и уже, начиная с 15.00, уже в эти микрорайоны начала подаваться питьевая вода. Касательно жителей, давайте напомним, что мы работаем в прямом эфире, у нас есть телефон, по которому можно позвонить. Телефон прямого эфира 269077, вы можете позвонить, оставить свои вопросы, пожелания нашему гостю. И также работает WhatsApp, номер которого на вашем экране. Ну, касательно жителей, да, конечно же, многие не выдерживали, у кого-то лопалось терпение. Кто-то, наоборот, говорил, что нужно подождать, все починят. И была еще одна версия того, что сами трубы, скажем так, что они были непрочными. Разные версии сейчас же есть. Да, различные версии, и одна из возможных причин – это и качество материала трубы. Ну, многие уже известно, что в 2008-2010 годах при проектировании закладывались материал трубы и стекловолокно. На тот момент это был как бы неиспытанный в новинку материал. И уже по прошествии 9-10 лет он показывает себя с худшей стороны именно на канализационном коллекторе. То есть там агрессивная среда, соответственно, вот эти стоки, они разъедают вот это стекловолокно. И в прошлом году мы уже этот участок запроектировали. Была изготовлена проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Заявились по программе при поддержке Акимата на республиканскую программу развития регионов. Этот проект был поддержан, и в этом году уже из республиканского бюджета выделено 1 миллиард 200 миллионов. Сейчас идут конкурсные процедуры. В июне месяце должен определиться подрядчик по данным работам. И уже в этом году на 1 миллиард 200 будет заменен вот этот канализационный коллектор. Будут заменены, это значит, что вода будет отключаться на этот период, да, на период замены? Нет, здесь будет параллельно прокладываться новый канализационный коллектор. Данный канализационный коллектор будет работать в обычном режиме, на период строительства. Понятно. Ну и давайте перейдем к текущим вопросам, которые тоже не менее важны. Вот приборы учета, да, они тоже вызывают некоторые вопросы, хотя, казалось бы, не первый год и даже не первые десятилетия используются все-таки. Какие приборы учета вот должны быть, когда первый раз устанавливаешь? Какие подлежат замене, проверке вот все-таки? Давайте напомним телезрителям. В 2015 году был принят приказ министра национальной экономики, в котором указано, что при первичной установке, то есть если когда жилой дом построен и первично вводится в эксплуатацию, должны быть установлены приборы учета с импульсным выходом и с возможным дальнейшей передачей данных. Эта же норма распространяется на те приборы учета, которые вышли из строя, то есть не прошли поверку. В этих случаях потребители за свой счет должны ставить приборы учета с импульсным выходом. Что касается застройщиков многоэтажных жилых домов, то данные застройщики за свой счет должны устанавливать приборы учета с импульсным выходом и уже со встроенным радиомодемом. Современные. Да, новые дома, которые застраиваются, они должны уже быть оснащены. То есть эти приборы позволяют нам в дистанционном порядке видеть ежечасное потребление воды у потребителя. Такой же функцией может воспользоваться и сам потребитель. То есть он через мобильный интернет может посмотреть, сколько его прибор учета показывает расход воды. То есть это новшество такое, да? Да, это новшество. К новым технологиям мы еще вернемся. А вот как часто нужно проводить проверку, либо заменять приборы учета? У каждого прибора учета есть свой интервал поверки, который установлен в заводском паспорте. Но обычно, как практика показывает, во всех паспортах это 5 лет. Через каждые 5 лет потребитель обязан проводить поверку приборов учета за свой счет и предъявлять акт поверки Батыс Суарнаса. Если прибор учета прошел поверку, он имеет право его дальше использовать. Если аккредитованная организация показывает, что прибор учета не работает или работает с сильно большой погрешностью, он должен его за свой счет заменить. Понятно. Ну, заменить вы говорите, а вот куда идти, куда обращаться? Потребитель вправе приобрести приборы учета и, скажем, наняв частных лиц самостоятельно заменить приборы учета. Также потребители вправе обратиться в Батыс Суарнаса с просьбой заменить приборы учета. Мы в этом случае составляем отдельный договор, меняем приборы учета и в дальнейшем уже выставляем счет данному потребителю за замену прибора учета. Спасибо. И давайте еще раз напомним жителям о том, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность задать вопрос нашему гостю касательно воды, приборов учета и многих других вопросов по Батыс Суарнаса. По телефону 26 90 77. И вот касательно жителей, да, вот частные жители, особенно у нас частный сектор тоже большой. Многие спрашивают, почему они должны платить вот за воду, за канализацию, если у них, допустим, свой колодец, свое это все есть. Жители частного сектора, кто подключен к централизованному канализационному коллектору, они оплачивают как за воду потребленную и, соответственно, такую же кубатуру за сброс воды к канализационной стоки. Те жители, у которых не подключены к централизованным канализационным коллекторам, они при оплате за объем потребленной воды должны покупать соответствующие талоны на сброс в наши сливные пункты. По городу Уральск у нас имеется два сливных пункта. Один расположен в микровойне Зачаганск на КНС-17. И второй пункт это во втором рабочем поселке по улице Черняховского. Ну и теперь вот вы говорили про новые технологии, да, давайте поговорим немного и об этом, потому что модернизация тоже важна. Сейчас во всех сферах внедряются разные новшества, модернизация идет полным ходом, цифровизация тоже. Вот насколько нуждаются вот эти водоочистные сооружения, система ваша в целом в модернизации? Вот по программе цифровизации что-то уже делается? По программе цифровизации, конечно, в первую очередь идет замена индивидуальных приборов учета. У нас по городу установлено 178 тысяч приборов учета, из них 9 тысяч уже с дистанционной передачей данных. По поводу модернизации идет планомерная работа. Если касательно КОС, то в 2012 году уже было выделено полтора миллиарда тенге и канализационно-очистные сооружения, которые находятся по Саратовской трассе, они прошли модернизацию. И сейчас, на данный момент, реконструкции не нуждаются. По поводу канализационных коллекторов, как я уже до этого говорил, 1 миллиард 200 миллионов выделено на напорный коллектор от КНС-19 до КОСа. Также в прошлом году из республики выделено 900 миллионов на реконструкцию водопроводных сетей. В прошлом году эти работы начаты. Подрядчиком является ТО «Альтаир». В прошлом году освоили 100 миллионов, 800 миллионов должны освоить в этом году. За апрель-май месяц уже освоено 200 миллионов. Многие горожане видели уже по улице Айталиева проводились работы по замене магистральных водопроводных сетей. Сейчас подрядчик начал по улице и Синжаново проводить. То есть в этом году должны заменить 5 участков магистральных сетей. Уже 2 участка уже в работе. У вас заключен договор на разработку ПСД новой станции, которая фильтрует воду. По сравнению с прошлыми годами вода лучше очищается или требуется еще водоработка, я имею в виду, фильтрация воды? У нас водоснабжение города осуществляется из двух источников. Первый источник – это водочистные сооружения, которые находятся на берегу реки Урал по улице Срамдатова. И второй источник – это подземный водозабор, который находится в районе Доринска. Они где-то около поровну обеспечивают подачу питьевой воды в город. В настоящее время качество воды, которое подается в город, оно соответствует всем требованиям Санпина. Понятно. Ну вот я говорила, что мы работаем в прямом эфире, но на наш WhatsApp тоже поступают вопросы, спрашивают, можно ли позвонить. Но позвоните, я напомню, 269077 вы можете позвонить в прямом эфире, а на WhatsApp только написать сообщения и свои вопросы. Но вопросов, конечно, тоже у жителей могут возникнуть много. Когда будет у нас качественная питьевая вода, чтобы можно было буквально из крана пить. Что применяется нового, мы говорим о новшествах, для фильтрации воды. Как вы считаете, если вопрос к вам как к специалисту, фильтрация воды, обычно как мы фильтруем дома потребители, насколько она эффективна? Ну, в тех домах, которые ставят, скажем, дорогие фильтры и так далее, то есть это уже на усмотрении самих жителей. То есть если они хотят потреблять воду выше стандартов, которые установлены, конечно, он может все это установить. В рамках же улучшения качества питьевой воды в 2016 году на ПНС-20, который находится на улице Чагана-Набережная, была установлена гидролизная установка. То есть вода, подаваемая в микрорайоны Зачаганск, вот этот Саратау, Схи и так далее, то есть этот хлор, который добавляется для обеззараживания воды, он имеет свойство улетучиваться. То есть, учитывая, что микрорайон Зачаганск это самые отдаленные районы, микрорайоны города, туда ранее подавалась вода без несоответствующего уровня обеззараживания. После того, как мы поставили, уже с необходимым условием соблюдения всех стандартов, уже более качественная вода подается в эти микрорайоны. В дальнейшем, да, вы в курсе наших дел, сейчас идет разработка новой водочистительной станции, проектировщик должен нам сдать этот проект в этом году. После этого мы будем изыскивать совместно с Акиматом средства на строительство нового ВОЗ. На данный ВОЗ, который у нас сейчас, он, да, действительно и физически, и морально устарел. При проектировании нового ВОЗа мы уже планируем использование новых химических реагентов, которые более применимы к нашей уральной воде и обеспечивают качество воды на высшем уровне. Понятно. Ну, чтобы была хорошая вода, нужно, наверное, и модернизировать тоже, да, водопроводные сети. Но к этому вопросу давайте вернемся после звонка телезрителя. Хорошо. Добрый вечер, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Микроэнстроитель 2-3-2. В прошлый год заводили пластмассовые водяные трубы в дом. Весь двор распахали. У меня такой вопрос. Микроэнстроитель 2-3-2. Да, да, говорите. Плохо слышно вас. Еще раз повторюсь. Да, теперь зимой авария была, опять расковыряли. Сейчас куча все остались. Не знаю, погрядчики делали, не знаю. Батыш кто? То есть кто будет убирать раскопанное, да? Да, кто делал-то там. Хорошо, спасибо за вопрос. Но это один из популярных вопросов. Тоже немножко меня опередили. Когда раскапывают, проводят разные работы, за собой, грубо говоря, не убирают. Кто обязан убирать? Да, поэтому проблемы мы знакомы. Микроэнстроитель. В прошлом году по инвестиционной программе Баты-Сорнасы были, произвелись работы по замене внутриквартальных водопроводных сетей. Подрядная организация все эти работы выполнила. Но в связи с тем, что они ближе к осени, уже снегом засыпали. И уже немножко было трудновато определить, где остались раскопанные места и так далее. С этого года мы уже направили претензию подрядчику. И подрядчик обязался в течение месяца все эти недоделки, которые вскрылись после таяния снега, все это устранить. Этот вопрос у нас на контроле. И я думаю, до конца этого месяца мы обяжем подрядчика привести все в соответствие и благоустроить за собой ту территорию, где они производили строительно-монтажную работу. Давайте примем еще один телефонный звонок, а затем пропустим вопрос по WhatsApp. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Здравствуйте. Да-да, добрый вечер. Я вот по поводу Алматинской студии Дрэк-Падына, там в Тяжике у нас. Ну вот, воду, за холодной водой мы по счетчику уже платим. Приходят там, вот в течке проверяют, а потом приходит бумажка, и мы оплачиваем. А там еще приходит за горячую воду, но у нас горячей воды нет. И она постоянно приходит за горячую воду. Понятно. Спасибо. Вот, по данному случаю, я вот адрес описал, Алматинская, 109-1, мы полностью разберемся и уточним этот вопрос. Если нет горячей воды, соответственно, не должно приходить. Ясно. Вот вопрос по WhatsApp. Я строю дом в селе Жаик-2, хочу провести воду домой, но участок передан в частные руки, и они говорят, видимо, хозяева, что 200 тысяч плати за трассу и проводи сам. Как быть, куда обращаться? Потом я вам переадресую этот номер. Дело в том, что в тех микрорайонах, где сейчас идет застройка, там действительно водопровод, они проверят частные лица. То есть, для того, чтобы подключиться к этим водопроводам, которые принадлежат на праве частной собственности, другим лицам, этому жителю необходимо получить их согласие. Как только он получит согласие, он должен обратиться в Батсорноса за заявлением для выдачи технических условий. И к этому заявлению он должен приложить согласие владельцев этих водопроводных сетей, что они дают ему разрешение. А финансовые вопросы между владельцем сетей и данным жителем, они должны обговорить уже на своем уровне. Понятно. И вот я вас спрашивала перед звонком, какие вот мероприятия проводятся, чтобы модернизировать водопроводные сети. И снова у нас есть звонок, потом отложим. Хорошо. Добрый вечер, говорите. Да, да, слушаем. Это прямой эфир? Да, это прямой эфир, задавайте вопросы. Мне бы хотелось сказать, мы живем в Зачиганске, у нас следовательная станция в районе СМП. И там дороги нет. Весной, вечной, зимой мы не можем заехать. В Заканал славится на местный автомат, дорогу пристань не делают, да, где мы сливаемся. Хорошо, в Зачиганске автомат тоже ничего не делают. И внутри территории, где мы сливаемся, там тоже болото. Мы вывозим всю эту грязь на Жангирхана. Нас ГАИщи не штрафуют за это. И это уже, мы сколько обращаем, и в Акимат, и эти там бумажки куда-то отправляют, там опинывают все. Когда-нибудь это что-нибудь будет, узнал, что позже здесь сделано. От этого и люди страдают. Мы когда не можем заехать, нам говорят, возите во второй рабочий. Естественно, это уже сумма повышается от этого. Люди не хотят возить. Спасибо большое. Вопрос понятен, да? Да, на сливную дорогу к сливной станции. Да, мы в курсе, есть такая проблема, что КНЕС-17, где находится сливной пункт, дорога, конечно, в плохом состоянии. Мы тоже с этим вопросом обращались, но усложняем все, что это только дорога ведет только к нам. Но мы сейчас планируем запроектировать новый сливной пункт на КОСе, который находится на Саратовской трассе, чтобы осенизиаторские машины с Саратовской трассы удобно было заезжать нам на КОС, он почти вдоль дороги стоит. И в дальнейшем мы этот вопрос в течение года-два, этот вопрос мы решим. Понятно. Ну и модернизация, наконец, водопроводных канализационных сетей, она будет дальше проводиться? Модернизация сетей, конечно, каждый год проводится. В первую очередь за счет инвестиционной программы самого Батысорнаса, которая ежегодно на 230 миллионов мы проводим модернизацию не только сетей, но и насосного оборудования. То есть приобретаем насосы на скважины ежегодно, мы 7-8 скважин обновляем. Также покупаем насосы на канализационно-перекачивающие КНЕС. За счет республиканского бюджета, конечно, там уже большие суммы. На этот год 900 миллионов выделено на реконструкцию водопроводных сетей, миллиард 200 на канализационный коллектор и еще один канализационный коллектор обводной по Саратовской трассе диаметром Тыщевка, там 700 миллионов выделено. Тоже идут конкурсные процедуры. Суммы хорошие, да. Давайте послушаем тоже хороший вопрос нашего жителя. Добрый вечер, говорите. Слушаем вас. Да-да, говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот тут там рабочий, у меня родители пенсионеры. Так-так, говорите, да. Да-да, я говорю. У них колонки есть, по улице колонки есть. Но про лонку, потому что 350 тысяч деньги стоят. А мы на пенсионеры. Это что-нибудь как-нибудь может? Нет, но там как-то меньше. Это какая улица? Исатай-Батыра. Исатай-Батыра. Ага, хорошо. Спасибо. Здесь постоянно ломают колонки. Спасибо. Насчет колонок. Улица Исатай-Батыра, второй рабочий. Проблемы я просто плохо было слышно. Да, касательно колонок, что пенсионеры, что они должны... Если вопрос немного непонятен, мы переадресуем потом звонок. Хорошо. Ну, у нас, конечно, по городу все еще остаются жилые дома. В основном это частного сектора, который не подключен централизованным водоснабжением. Соответственно, они пользуются... Разбор воды, если через водоразборные колонки. Около 60 колонок у нас по городу имеется. Но провести воду к частному дому, это уже, конечно, видение самого собственника жилого дома. Батыр Суарнасет таким видами работой не занимается. А куда им обращаться тогда насчет колонок? Ну, колонки действуют. Если хотят дополнительную колонку установить, то, конечно же, к нам. И мы будем анализировать, то есть сколько домов в этом районе и близлежащая колонка где находится. Хорошо. Давайте примем очередной телефонный звонок и продолжим. Добрый вечер, говорите. Алло. Да-да, слушаем вас. Алло, здравствуй. Добрый вечер, говорите, мы слушаем. По поводу счетчиков хотел бы пропустить, просто еще раз. Да-да. Что именно по счетчикам? Какие счетчики можно устанавливать вторично, то есть повторно, после того, как уже стояли счетчики? И какие счетчики можно устанавливать для первичного жилья? Просто здесь вот слышал такое, что вот эти дистанционные, которые дорогие, да, что они не передают показания. Все равно контролеры ходят по домам. Понятно. Тогда почему они так дорого стоят? Потому что для кого-то это большие деньги, особенно для пенсионеров. Спасибо большое. Давайте напомним. Мы в начале программы говорили, что при первичном вводе жилья и при замене в случае выхода из строя приборов учета действующих, необходимо установить приборы учета с импульсным выходом и с возможностью дальнейшей передачи данных. Те приборы учета, которые на протяжении уже 17-18 и вот первой половины 2019 года уже устанавливаются, они передают показания. Мы их видим в онлайн режиме. Поэтому контролер обязан все-таки ходить в эти дома один раз в три месяца, чтобы проверить целостность пломбы и удостоверить, действительно правильно ли этот прибор учета передает свои показания. Бывает так, что у потребителя несколько приборов учета, скажем, четыре прибора учета, если четыре стояка, у него только один вышел из строя, он один прибор учета с дистанционным съемом поменял, остальные три остаются старого образца. Соответственно, контролер тоже должен ходить и снимать показания. Понятно. И у нас буквально минуты-полторы эфирного времени осталось. Давайте напомним еще раз, ваш телефон, куда обращаться, я имею в виду городскую? 28-33-73, это телефон Батыр Сарнасы, по всем вопросам можно обращаться. Кроме этого, есть сейчас уже, Акимат города ввел службу 109, куда мы сообщаем обо всех аварийных ситуациях. Если есть где-либо предстоит, либо уже отключено водоснабжение в связи с аварией, можно обращаться всем жителям в этот колл-центр 109, где дадут подробную информацию. Понятно. Ну и такой маленький вопрос напоследок, касательно открытых колодцев и люков, кражи люков. Много ли крадут или куда обращаться еще раз? К вам опять-таки, да? Люки действительно есть такая проблема, чугунные люки крадут. Сейчас мы сделали решетки, и чтобы обезопасить, даже если люк украдут, чтобы в этот канализационный люк не проводился там человек, ребенок и так далее, мы сейчас планомерно ставим туда решетки. Чтобы даже если люк украдут, человек даже наступил, он уже наступит на решетку и не провалится. Понятно. Ну и, конечно же, тоже, да, можно сказать, что в эту службу 109 можно отправить фотографии и видео, да, при желании каких-то случаев. Спасибо за то, что ответили на все наши вопросы. Конечно, мы не все звонки успели принять, но переадресуем вашей организации. Я напомню о том, что это была программа на чистоту. У нас сегодня в гостях был первый заместитель директора ТО Бата Суарнаса Айбатов Салават Хабибулович. Это была программа на чистоту. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok